Ну что, добрый вечер еще раз. Очень рад видеть много людей. Мы на самом деле уже прошли некоторые части. Все были на предыдущих уроках, нет? Мы не будем все, а не переживать. Тогда ровно одну минутку... А? Наши мозги и детские. Я понимаю, да. Но просто, чтобы мы говорили на одном языке, одинаковыми мозгами, я все-таки нарисую то, что мы проходили, и быстренько мы с вами вспомним пиццу. Если кто-то как раз кушает пиццу. Вот, нашу еврейскую пиццу. Значит, это матрица потребностей человека. Кто помнит, давайте называйте. Начнем с денег, здоровья, семья, мудрость. Что у нас здесь? Что-то на сдачу. А? Что-то на сдачу. Что-то на сдачу. У нас всегда здесь вопросительный знак, правильно? Мы все никак не дойдем до него. Все согласны, в принципе. Мы на прошлый урок пытались приоритеты здесь нарисовать. Что первое, что второе. Ну, чтобы не затруднять и не повторять одно и то же. Мы выяснили, что для всего этого успешной реализации нужна мудрость. Это номер один. Все согласны сейчас? Хорошо. Остальное уже как придется. Но на самом деле сейчас мы будем говорить о самореализации в делах. Я заранее прошу прощения. Может быть, вам покажется немножко где-то, может быть, старомодным, то, что я говорю. Но на самом деле за небольшой опыт, сколько? Только 13 лет я видел и еврейские бизнесы, и нееврейские бизнесы. То есть бизнесы, управляемые различными людьми. И, в принципе, все, что я скажу, это универсально. За некоторыми исключениями, которые я особо обращу внимание. Прежде всего, давайте договоримся о некоторых принципах, которые я сейчас озвучу, а потом мы их будем подтверждать в процессе лекции. Первое, то, что мы должны понять, если мы строим все на основе мудрости, то у нас, у евреев, в основе всего лежит Тора. Если кто-то думает, что Тора – это лишь то, что связано с каким-то узким религиозным смыслом, некоторые люди думают, ну, там, Моше пошел сюда, Моше пришел сюда. Мы не столько об этом сейчас будем говорить, но вся Тора, что написано, это Эммет, это истина. Мы уже будем говорить более глубоко, да, на уровне намеков и на уровне, то, что называется, дроши. То есть заглянем вглубь. Как пример, скажем, например, многие контракты, договора, страхование, будущего выкупа и все-все-все, что мы сейчас учим на юридических факультетах, а на экономических факультетах, у нас все есть в Талмуде, в принципе. Вот. И даже более того, многие моменты, которые судебной практикой достигались, начиная с английского, права и так далее, у нас тоже есть в Талмуде. Вот. Поэтому, в принципе, все есть в Торе. Итак, учитывая это, нам необходимо выстраивать наши дела с вами, нашу профессию с вами, да? Вот. И здесь у нас возникает вопрос прежде всего, на что потратить наши усилия, на что потратить наше время. Самый уникальный ресурс, которого здесь нет, но который обеспечивает, так сказать, топливо для всех этих процессов, которые мы нарисовали с вами, это время. Это уникальный ресурс. Если я, допустим, одолжу сейчас 5 минут у кого-то, я не смогу их вернуть как таковые, я их заберу просто. Я смогу отдать свои 5 минут, но те уникальные 5 минут я не смогу вернуть. Об этом люди часто забывают. И пожиратели времени – это первое препятствие, которое у нас есть, особенно в нашем современном мире. В нашем современном мире нас пытаются запихнуть, запихнуть, мы еще поговорим об этом, в рамки существующего беспорядка информации. И наша с вами задача от этого беспорядка – отдалиться. То есть мы с вами своего рода должны быть постоянно такими консультантами, которые смотрим на мир со стороны. Зачем это все надо? Если вы вспомните историю с Моше и горящим кустом. Кто-то помните? Моше пас овец, увидел горящий куст. Ну, казалось бы, ну, горящий куст. Все обратят внимание. На самом деле, каждый день у нас, вокруг нас много горящих кустов возможностей. То есть это что-то, что выходит за рамки того, что должно быть, но мы их не замечаем. Почему мы их не замечаем? Именно из-за того, что мы в рутине. Поэтому правильная еврейская концепция – это советоваться с раввином. Теперь, если вы скажете, раввин не бизнес-консультант. Еще какой? Если правильный раввин, он вам скажет да или нет, на ваш конкретный вопрос. Он, конечно, не будет вам выстраивать стратегии, бизнес-планы и так далее. Но мы всегда советуемся. Почему? Именно потому, что мы ожидаем на основе Торы, чтобы к нам спустилась броха. На прошлом уроке мы с вами говорили о Скайбанке. Помните? Скайбанк – это некоммерческая организация, которая находится наверху, куда поступают наши результаты, наших дел. Нам сделали что-то хорошее, пришел плюс сюда. Здесь это все – идут проценты небесные, и спускается то, что называется благословление. Это все очень упрощенно, но это все правильно очень. Это броха нам потом приходит, и мы начинаем пользоваться этой брохой. Многие из вас, наверное, слышали историю, когда человек сделал все по книжке, то, что называется, деньги вложил, и не пошло. То есть все, 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 все в чем, но не пошло. И был один даже такой мудрец, который сказал, что он видел, что ему как-то вот видно другое предназначение в мире, но не заниматься торговлей. Он сказал, что если я буду продавать саванны, это то, что заворачивает мертвое тело для захоронения, он говорит, что люди перестанут умирать. То есть видно, на небесах была совершенно другая для него задача, и он этим озвучил. Для нас, обыкновенных людей, мы с вами понимаем, что помимо того, что мы должны изучать Тору, это самое важное, мужчины на своем уровне, женщины на своем уровне, мы должны работать. И вот сейчас я бы хотел задать такой вопрос. Все ли уже выбрали профессию? Давайте так, все, да, наверное. Ну, большинство выбрало профессию. А давайте только честно. Кто в безумном восторге от выбранной профессии? Половина. А что с другой половиной? Что произошло? Не выбрали. Ни одна смех. У меня кластик оттенкается. Хорошо. Тот, кто доволен выбранной профессией, начну вот с мужской участницей. Какой зовут? Стас. А? Стас. Стас. Какую профессию выбрали? В данном моменте ювелир. Ювелир? Да. Любишь то, что делаешь? Ну, хорошо. Можно записать, как пример, да? Ювелир. Скажи, пожалуйста, Стас, а почему ты не стал адвокатом? Так же не было мыслей. А почему? Ведь всех же идут адвокатура, финансы. Ну, сколько надо тех финансистов я буду. Хороший, а еще что? Ну, почему ювелир был? Вообще, по образованию я геолог. Я работал геологом, как сказать, это много. А, ювелир-геолог. Да, можно так. Это прикольно. То есть, нашел золото, сделал колечко. Ну, нормально, да. Работал в геологии, сейчас в ювелире. Работаю. Все-таки, почему пришел сюда? Можно было работать в геологии и стать, допустим, там, там, не знаю, оборудованием для добычи нефти. Ну, можно стать ищем, если работали ювелирами. Можно стать ищем. Все-таки, как пришел к этому? К ювелир, к любимой колесе? Ну, у меня отец любит, и после болезни перестал работать, стояло оборудование. И у меня не фонтан было с геологической работы. Я решил попробовать. Вынужденно, да? Ну, в общем, да. Понравилось то, что ты сейчас решаешь? Понравилось. То есть, была нужда и понравилось. Давайте перейдем к нашей прекрасной части. Как вас зовут? Одина. Одина. А кто вы по профессии? Я биохимик. Биохимик. Почему не адвокат? Мне удовольствие от биохимик. Отлично. Ну, наконец-то. Удовольствие. Видите, женщины прямые. Ты работаешь? Работаю. Сейчас нет. А как вы поняли, Одина, что именно биохимия будет доставлять оборудование? Получалось. Способности. А где? Когда вы это были? В пятом классе, может, что-то нахимичило? В девятом. В химичило. Что нахимичило? В заново. Со школы, понятно, уже после девятого класса, почему у тебя больше способностей, что тебе приносит больше удовольствия на предметах, которые тебе преподносят? Ну, после такого ответа мы уже ничего сказать. Можем идти кушать пиццу. На самом деле, все ключевые моменты вы очень правильно озвучили. Ну, а видите, вот, как вас зовут? Рома. Рома, да. Рома, вот есть такие в биохимии, такие классные штуки, нуклеотиды называйте. Тебя вот впечатляют они? Ну, ты сможешь на вклеотиде, говоришь, вот мое. Вот я хочу вот что-то побольше об этом узнать. Вот встречаешь Одина, говоришь, Одина, я бы хотел вот сегодня послушать нечто новое об РНК. Нет, она мне интересно так и рассказывала, может быть, интересовалась. Ну, а вообще по определению? Нет, почему? Почему? Ну, ну, нуклеотид, отлично. Я не вижу это, если вы здесь. Что Рома хочет сказать? То, что подходит для Стаса, не подходит для Ромы. То, что подходит для Одины, не подходит для Сузаны. И это мы назвали с вами шорошный шаман. Корень, вот здесь у нас в Кайбанке, есть суть такая, знаете, вот суть. Шорош, это, кто еврей знает? Корень. Отлично, да. Это наш корень. Наш корень заставляет нас самореализовываться. Теперь, если история как у Одины, слава Богу, в девятом классе ребенок, веря в себя, ну, ребенок взрослый уже, но веря в себя, он пробовал. И у него получалось, и он пошел за тем, что получалось. Чувствуйте целостную картину. А теперь представьте себе, что в этом же девятом классе ребенок тоже пробует, вот у него получается, и тут вступают третий лиц. Говорит, зачем тебе это надо, сейчас это все невыгодно и не нужно, иди бухгалтером, иди юристом. И у нас возникают истории какие. Ну, хотел стать музыкантом, стал полицейским, хотел стать пилотом, стал торговцем, хотел стать торговцем, стал, я не знаю, биохимиком, например, понимаете. То есть у каждого из нас получится обязательно то, где наш корень очень хорошо. Например, образно говоря, если бы Одина не выбрала биохимию, то суть биохимии это синтез, правильно я говорю, синтез чего-то нового и анализ чего-то старого. Можно так определить? Вот, то есть, наверное, бы хорошая из нее получилась аналитика. Потому что увидеть всю картину целиком, попробовать разложить на части, да. Но вот суть, вот эта аналитическая глубина, она одна и та же. Если бы, допустим, Стас не стал ювелиром, пусть даже по нужде, да, то вот это вот умение создавать прекрасное, может быть, его бы привело в какую-то дизайнерскую область или в какое-то оформление. Суть, она не меняется, меняется ее лишь оформление. Если мы с вами на определенном этапе не послушаем себя, а пойдем за другим мнением, то получается, мы начинаем жить чужим сценарием. Одна из проблематик неуспеха в нашей жизни, причем в любом проекте, это жить чужими идеями и сценариями. Заметьте, что очень часто нам дают советы люди, которые не добились успеха в том, что они советуют. Как можно, допустим, если тебе, не важно, там, сестра, дядя, или что, если он говорит, тебе не подходит этот человек, даже из-за личной сферы, а у сестры, у дяди, у самого, там, в личной жизни, там, ну, просто не пройдешь, не проедешь. Нельзя ему об этом сказать, но мы с вами должны помнить, что если человек самореализовался, у него успех здесь, он очень аккуратно может намекать, потому что он не знает твою суть, твою специфику. Кто да, знает. Поэтому в Терке, а вот нам сказано, заведи Рафа. Рафа – это человек компетентный, который уже знает твою душу, он знает, как ты рос, ты с ним постоянно общаешься, он уже, ты только начнешь говорить, он уже будет знать ответ. Это постоянно, можно сказать, такой бесплатный консультант. Поэтому некоторые выводы к первому пункту. Мы обязаны всегда спрашивать себя при принятии стратегических решений, а может быть даже тактических решений. Это делаю я или это делает кто-то еще? Это мне навязано или это идет из глубины моей души? И если нам это навязано, то если это нам навязано, конечно, человеку, которого мы уважаем, заслуженно уважаем, родители или наш Равин, там, и все, то тогда мы идем правильной дороги, мы можем пойти туда. А если нет, то мы должны очень-очень внимательно подумать, почему я попал в ситуацию, когда мне ставят преграды? Ведь вот этот ненужный совет, это преграда для либо преодоления, или для того, чтобы ты отошел назад. То есть, может быть, действительно, в нас целеустремленность пробуждает вот такими советами. И мы должны с вами понимать, что когда мы нашли ответ на этот вопрос, у нас уже сценарий готов, мы знаем, к чему мы должны идти, и мы действительно хотим быть по-еврейски успешными, то тогда мы должны понимать, что для того, чтобы получить еврейскую удачу, надо быть евреем. А еврей – это то, что, в принципе, написано в Торе. Теперь, я ничего нового сейчас не сказал, вы это прекрасно понимаете. Часто бывает так, что человек, знаете, будучи перфекционистом, он думает, ну, я не могу сейчас там делать то, 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 я буду лучше там светским или еще кинем. Вот эту историю лучше забыть, потому что каждый из нас может быть на каком-то, пусть небольшом уровне, и по чуть-чуть идти вперед. Потому что Всевышнему неинтересно, сколько миллионов долларов мы заработаем. Ему вообще все равно. Ему интересна реализация нашей уникальной задачи, которая заложена вот здесь, в нашем духовном ДНК. В связи с этим у каждого еврейского бизнеса, у каждого правильного еврейского бизнеса есть сверхцель. Эта сверхцель – это не «я хочу быть врачом, потому что хорошо платят», а «я хочу быть врачом», а «у меня это получается», а «б» – мне доставлять удовольствие, когда люди выздоравливают, и «с» – я попытаюсь сделать что-то по-другому, чем остальное. Вот эта постановка, то, что на английском называется «Edit Value», помните, вы же учите английский, да? Или финансисты знают, это еще называется НДС, да, налог на добавленную стоимость, но в данном случае это просто добавленная стоимость. Мы должны для успеха в нашей профессии ставить себе сверхцель, сверхзадачу. И решая эту сверхзадачу, уже техника профессии, она будет получаться сама по себе. Например, биохимик может поставить себе задачу приблизиться максимально к решению лечения рака. Тим или иным способом. Ювелир может поставить себе задачу использования синтетических бриллиантов вместо натуральных, для распространения их по всему миру. Например, да, то есть это сейчас все больше и больше, по-моему, тренд. Вот, Рома чем займется? Ну, у меня своя фотостудия, и там, если касается, ну, нравится всякие, там, проекты маленьких задавать, то заставить. Вот, Рома может выдаться целью, чтобы эти флеш не грузили наши компьютеры и... Ну, после девятого класса я поступил, ну, куда посоветовать. Понятно. Ну, тебе нравится? Что, связист? Ну, куда-то посоветовали. Нет, поэтому я сейчас на юристов поступил завод, что мне это больше нравится, пригодится. Осталось здесь это пренегреть, в принципе, связать. То есть вот эта вот творчество, тяга к творчеству, ну, в принципе, в Украине и в других странах надо быть очень творческим человеком, чтобы применять закон. Так что, в принципе, тебе это пригодится. У меня есть одно из образований, я когда его, юридическое тоже, я когда его получал, я понял в Молдавии, что работа юриста в Молдавии, она, ну, абсолютно бесперспективна. С какой точки зрения? Наш еврейский бизнес, так как он предполагает сферу задачи, он предполагает честность. Поэтому, если мы выбираем честный бизнес, мы не можем идти на сделку на компромиссы с совестью. Юрист вынужден каждый день идти на компромиссы с совестью, и это приведет к тому, что его творческая жилка зажмется. Ну, там, возможности кому-то что-то занести, дать и так далее, и тому подобное. Как это решается, я тебе индивидуально скажу, не сейчас, это уже большая очень тема, но суть остается сути, посмотрите, человек в поисках себя, насколько он прыгает. То есть, допустим, вариант один, даже Стаса вариант, он почти идеальный, можно сказать. Многие люди, вот один мой знакомый, он тоже был юристом, потом был программистом, потом был водителем, потом он пошел учиться на пилота. В конечном счете он стал массажистом. Говорит, мне так нравится. Я просто, я говорю, а скажи, вот тут тебе 10 лет, нельзя было как-то остаться с собой на пару дней и найти, что тебе нравится. А когда тебе так, я помню, я еще в детстве, вот там тому-то папе, там еще что-то там это выправлял. Я говорю, послушай, так если твой уровень, что ты пошел туда? Говорит, ну мне хотелось все попробовать. У нас нету с вами времени на вот эти пробы пера. Вот семья и профессия, это то, что мы обязаны, так как они занимают самое большее количество времени, мы обязаны выбрать, стараться выбрать один раз и навсегда. Бывают исключения. Например, вообще Тора придерживается такого правила, что профессия не важна. Наши великие мудрецы, они там и дрова кололи, еще что-нибудь. Это как пример для нас, да? То есть можно быть успешным фотографом в Израиле, например, никто не смотрит, ты приехал на Мерседесе С-класса на встречу, или ты приехал на Тойте Каролы. Это не важно там. То, что важно здесь, не важно там. То есть статусность как таковая, там не важно, там важен какой-то человек. Ну, в определенных кругах, может быть, где-то, как-то. Но если мы посмотрим на всю картину целиком, то то, что важно здесь, это не важно там. Это избавляет нас от стараний, то, что называется выделиться, да, или у нас по-простому понтоваться. Почему? Потому что если наша суть заниматься биохимией, ювелирной работой, юридическими специальностями и так далее, мы полностью направим свое «я» туда, в той мере, в которой нужно для того, чтобы вот это обеспечило все остальное. Но, ведь суть денег как таковых, ее нет. То есть деньги, вот если мы представим на секундочку только, что мы оказались не на другой планете, на той же планете, в середине какой-то пустыни, у нас нет никаких навигаторов, ничего, то деньги как таковые теряют ценность. Мы можем с вами купить за огромную сумму стакан воды. То есть деньги относительно чего, зачем они тебе нужны? Из этого Тора выводит очень мудрый вывод. Богат не тот, у кого много, а богат тот, кому хватает. И об этом люди периодически забывают. И начинается гонка. Это гонка, и тут Всевышний тоже очень мудро все устроил. Эта гонка у нас останавливается шабатом. Потому что когда есть шабат, ты можешь отдохнуть. И я здесь не говорю о том, что все должны 10 часов заниматься Торой или еще что-то. Шабат – это люди встречаются, люди радуются тому, что наступил день отдыха, когда они могут вернуться к своему духовному источнику. И это важно понимать. Почему? Потому что наш еврейский пирог не существует без Торы и без того, чтобы мы понимали, ради чего это все двигается. Деньги ради денег не бессмысленны. И если мы в какой-то момент уже слишком начинаем углубляться в профессию, мы можем сгореть там. И вот это сгорание, какой этот феномен сгорания, ты начинаешь не видеть ничего, кроме своей профессии. Надо всегда уметь поставить вот эту стоп-линюю. Если вы думаете, что это чисто религиозный подход, один человек, я не помню сейчас его имя, он президент представительства Макдональдс в Австралии. Он сказал следующую вещь, что самые эффективные работники – это те, у кого есть семья, которые умеют находить баланс между семьей и бизнесом. Это Макдональдс, который на столько людей, так сказать, выжимает из них все. Ну, мы говорим сейчас про менеджмент, да, то есть про бэк-офис их. То есть люди понимают, что тот человек будет более мотивированным и более ориентирован на результат, который умеет в семье сделать свою успешную компанию. То есть тот человек, который в семье неуспешный, он не будет успешным в бизнесе. Вот скажете, да, полно примеров, там они развелись, там они тоже, что-то. Если вы посмотрите на всю историю жизни человека, который там развелся, еще что-то сделать, еще что-то, вы увидите следующие результаты. Либо он не оставил преемника, и этот бизнес перешел непонятно к кому. Б. В конце жизни он начал говорить такие вещи. А что говорить? Вот недавний этот актер, как его звание, который заболел раком. Кто помнит? Очень известный голливудский актер. До 73-х лет все было хорошо, по-голливудски. 73 года, вдруг посты в Фейсбуке о смысле жизни, о том, что надо близким уделять время, надо то. Стив Джобс в больничной палате, месяц остался жить. Вот такие тоже листы о том, что надо любить, надо то. Почему самые истинные, важные ценности приходят тогда, когда уже поздно? Это не наш еврейский подход. Наш еврейский подход, помнить о том, что поначалу, и это начало может быть и 10 лет, поначалу надо стараться жить скромно и идти к своей цели. Потому что если у тебя есть сверхцель, у тебя обязательно будет сверхрезультат. В этом мы не сомневаемся. И один из элементов, который составляет квинтэссенцию еврейского подхода к бизнесу, к делам и все, человек должен иметь пару. Потому что если он не будет иметь пару, он может представлять то, что на английском называется шейпер. Он может круто, всех там амбициозно выстраивать и то, и то, и то, но он в принципе не умеет отдавать. Он выстраивает бизнес ради самого себя, ради самоактуализации. Когда у человека есть пара, в данном случае жена, муж, то есть разные бывают ситуации, то работа в семье учит человека компромиссом. Ведь одно из самых ценнейших в жизни элементов – это семья. Почему? Потому что люди начинают отказываться взаимно от эгоизма. Встречать совершенно два разных человека. И начинается работа по оттачиванию этого эгоизма, по уходу его. Для чего? Для того, чтобы создалось что-то новое. Это и дети, это и новый уровень взаимопонимания. Такой человек в бизнесе будет успешен. И он может тоже, в том числе на определенных этапах, и по 12 часов в сутки работать, и по 10. Не всегда. Ну, когда это надо для чего-то. И жена будет всегда у него помощна. Наша скрытая часть Торы, которую еще называют Каббала, она говорит, что жена – это наша интуиция. То есть то, что нам не видно, потому что мы как белка в колесе. Задав ей вопрос, она, знаете, как крат своего рода. Она может вот за 2 секунды буквально увидеть суть. И без знаний, там, гарвардских школ или, там, каких-то высших учебных заводений, просто она сразу же увидела суть. Это дано Всевышнему женщине, не дано мужчине. То есть, ну, также наоборот. Женщина только с интуицией, ей будет тяжело выстраивать что-то последовательно. Без пары. Поэтому семейная, так сказать, составляющая здесь важна. Где мы еще с вами в учебниках по менеджменту увидим, что начинаем мы, да, то есть разговоры про еврейскую, про удачу в бизнесе, в семье. Да, где-то она будет, там, на 86-й странице, может быть, пару глав даже об этом будет. Мы понимаем, что это очень важный принцип. Опять же, почему? Те деньги, которые ты зарабатываешь, ты можешь быть суперуспешным, даже сдокудовать, но если эти деньги не идут в твою семью, ты буксуешь, ты не самореализовываешься. Ты как будто стоишь на месте. Не жарко, кстати, можно включить мозган, но вы сигнализируете, если что. Поэтому тот, кто умело управляет своей семьей, он сможет построить свою компанию, где семейные ценности будут главенствующие. Вы скажете, что это не актуально. Я приведу один пример компании, которая работает в очень высоко конкурентном бизнесе. Это пассажирские авиаперевозки. Есть такая компания, называется Southwest Airlines. Она в Америке. И это, вы представляете, сколько там? Там очень много компаний. Там, ну, допустим, в Украине только мало, да, флагман, там в России аэрофлот, Сибирь. Там этих флагманов двадцатки просто. Конкуренция жесточайшая. И вот эта компания сумела построить семейную философию на таком глобальном уровне. Как это им удалось? Внимание к мелочам. У них форум один большой в компании. И все от президента до самого, так сказать, ну, можно сказать, низкостоящего, да, человека в этой иерархической лестнице, они видят, у кого какие проблемы накопились. Человек может написать о проблемах в семье, человек может написать о проблемах на работе и все-все. То есть одна такая большая, знаете, большой информационный портал. И представьте себе, идет пилот на рейсе. Ему звонит президент компании и спрашивает, как твой сынишка? Я видел, что он заболел. Такая мелочь, она выстраивает потрясающие связи, которые не даются никакими тренингами, никакими деньгами. Почему? Потому что если ты чувствуешь, что с самого верха заботятся о тебе, на таком уровне обыкновенный звонок. Женщины знают, что такое звонок. Мужчины часто недопонимают, да? Когда, если с Божьей помощью мы продвинемся и будем говорить про удачу в семейных делах, то женщина в данном случае учит всегда мужчину обращать внимание на мелочи. Ну, пару слов об этом, потом вернемся. Любой проект, который мы делаем, соответствует трем стадиям. Это Авраам, это Ицхак и Аков. Авраам это у нас грандиозная идея построить большой ювелирный завод, с помощью биохимии добывать синтетические бриллианты и покорить весь мир. Суперидея, она соответствует Аврааму. Почему? У нас глобальное мышление, мы понимаем, что на это большой спрос, мы понимаем, что у нас есть уникальные возможности, каждый из нас силен в своей области, и мы впечатлены этой идеей. После ее проверки, бизнес-планы, стратегии, консультанты, туда-сюда, завершается Авраам и начинается Ицхак. Так, где будем строить завод? Может здесь, может здесь. Начали строить, песок осыпался, то и все. Кропотливая работа по преодолению трудностей, это будет в любом проекте. Какой вы не возьмите, никогда не будет чего-то одного. А если у вас что-то пришло одно, значит вы уже заслужили тем, что это было может быть раньше. Понимаете? Любое событие в вашей жизни, любой проект, он всегда будет проходить эти стадии. Так вот, кропотливая работа, когда иногда опускаются руки, уже не веришь ни во что, иногда, не дай бог, какие-то внутренние раздоры и еще что-нибудь, но ты все равно идешь вперед. И в конечном счете разрезается ленточка и потихонечку наступает этот этап, который символизирует гармонию. То есть, начинает делаться продукция, начинает продаваться, деньги взятые начинают уходить в банки или где мы их там взяли, аукционеров, и мы начинаем потихонечку обрастать прибылью. Так до этой прибыли отсюда был пройден путь. Если, Тора нам говорит, если ты работал и получил верь, если не работал и получил верь, не сможешь удержать это. И мы часто с вами это видим на примерах детей богатых родителей. Родители уходят внезапно, не дай бог, всем это 120, и дети огромное богатство. Они очень великодушные, причем могут быть. У меня был такой партнер один, он, понимаете, всем дарил золотые часы, и все, 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 пока не закончились просто деньги. Хотя был достаточно состоятельный человек. Почему? Тот, кто получил на шару, то, что называется, большая вероятность того, что это на шару и уйдет. Поэтому надо быть очень-очень разумным, если вдруг Всевышний тебе дал большую браху, и у тебя получилось заработать за короткий срок мало. Эй, извините, за короткий срок много. Это значит, что у тебя большой потенциал внести в мир нечто. Нечто большое. Вот. И помня об этом, когда мужчина приходит в семью, в компанию тоже. Ну, мы сейчас поговорим про семью, буквально, чтобы это было понятно. Вот это период первой влюбленности и саморекламы. Вы же знаете, что такое шедух? Шедух – это каждый рекламирует себя. Это нормально. Потом, когда наступает уже семья, уже наступает, так сказать, там что-то заметил, тут что-то заметил, и тут уже мудрость обоих начинает оттачиваться. Когда промолчать, когда не сказать, когда то, когда приоритет партнера поставить выше своего, точно такая же ситуация в компании. Один в один. На этапе становления компании точно такая же ситуация, как на этапе становления семьи. Поэтому тот человек, у которого есть семья, он уже это прошел. Ему не будут страшны вот эти, может быть, какие-то дрязги, акционерные, еще что-то. Он найдет в себе силы свое «я» оставить и начать всех мирить. Почему? Потому что он видел, как жена его это делает. Несмотря на то, что ей совершенно не хочется, она хочет разбить этот планшет об его голову, она приносит ему чай и понимает, что сейчас не решишь проблему, потому что идет чемпионат по футболу. Все, ничего ты не сделаешь с этим. Я образно специально говорю, как вы понимаете, это может быть чемпионат, это может быть любимая игра или еще что-нибудь. Поэтому тот человек, который сумел хотя бы немножко увидеть, что такое семья, он обязательно, у него хорошие будут задатки для построения собственной профессии тире бизнеса. Теперь вот это тире, оно очень важно. Не каждому из нас дано быть именно бизнесменом, то, что называется предпринимателем. И не надо, если ты чувствуешь, что у тебя нету такой жилки, найти лучше партнера, у которого да, есть такая жилка. Если, допустим, Рома мудрый стратег, а я люблю продавать, то есть у меня все продавать, продавать, если бы что-то продать, купить и так далее, то он должен показывать, где надо продавать. Он не сможет продать, потому что это не его, и я не смогу продать, потому что я не буду знать где. Вот это называется симбиоз. Поэтому зачастую многие путают, думая, что в деле, в любом проекте важно, чтобы люди были похожи. Представьте, что мы бы здесь, сейчас все сидящие, были бы экономистами. Ну, что бы мы сделали? Что бы мы не открыли? Мы могли бы, знаете, мы могли бы с вами сделать хороший проект на бумаге. Это было бы красиво очень. Вот. Кто-то, допустим, Рома, исходя из своего хобби с фотографиями, да, поставил бы нам красивые картинки, презентацию бы красиво. Я не готовлюсь, я просто создаю футбол. Ну, я это имею в виду. Сайт бы красиво сделал, там еще что-нибудь. Но больше мы бы не продвинулись. Учитывая, что каждый из нас обладает уникальными преимуществами, мы дополняем друг друга. Об этом, кстати, надо помнить, и в том числе, когда в будущем будут разногласия с супругом. Надо просто себе сказать, я могу научиться того, что я не понимаю. Ну, в позитивном смысле. И точно так же и он. Единственное, что здесь надо на этапе Ицхака. Помните, Ицхак это что? Жертвоприношение. Основной здесь вопрос это эмоции. Эмоции очень трудно контролировать. Поэтому Акейда в том числе символизирует отказ от страха, да, от нижнего. Помните, жертвоприношение Ицхака, когда Авраам его повел, Всевышний сказал, иди в жертву, принеси своего сына. И в конечном счете все остановилось. Но в этот момент произошла трансформация. Животный страх уступил богобоязнице, высокому страху. Ну, это так, немножко заметки на полях. Поэтому здесь, на этапе становления семьи, тяжелее всего справиться с эмоциями. Нормальный человек со стороны не всегда поймет ссору между супругами или партнерами. Он скажет, ну, в чем проблема? Тебе начинают приводить такие доводы, которые не имеют никакого значения объективного. Что здесь привнесено? Субъективная реальность каждого. Так вот, вот это все субъективное соответствует сердцу. Здесь была хохма, это голова. Здесь сердце. А здесь ноги. Серьезно. То есть, ноги символизируют нереализованный панциал, но ноги, это тоже что-то куда-то пришло. Это ребенок, который начинает ходить. Вот. Поэтому, образно так говоря, мы должны с вами помнить о следующих вещах. Первое. Семья это только помощник в бизнесе и профессии. Второе. Не будет брахи, как мы с вами понимаем, да, правильные брахи, чтобы деньги удержались, пошли в правильное направление, если у человека во всей этой матрице не принимается во внимание все ее компоненты. Убить свое здоровье ради дела? Не надо этого делать. допустим, исключить Тору, там, Шаббат из своей жизни, Кашру только ради того. Часто человек говорит, я 3-4 года поработаю, а потом вот я займусь, там, Тор или еще чем-то. Не работает так. Вот это вот настолько тебя засасывает материальность, что ты уже забыл о своей цели и постоянно, ну, после Нового года, после Росшина, или после Суккота, или еще что-нибудь, или еще. И это, понимаете, длится и длится и длится. Все мы проходили с вами эти истории. Поэтому Тора нам говорит, когда человек попадает туда, у него спрашивают два вопроса. Первое. Он действительно выделял каждое время для изучения Торы, ну, это такое вот 22.00, полчаса вот это время Торы. Ничего не интересует больше. И второе. Честно ли вел бизнес? Они очень взаимосвязаны. Сложно понять, чем. Но на самом деле, если есть каждый день хотя бы установленное время какое-то для Торы, то бизнес, он будет обладать брахой. Мы на прошлых уроках с вами рисовали один график, который люди часто тоже очень забывают про подобную очень простую истину. Очень часто, и мы это видим со стороны, люди добиваются успеха достаточно рано. То есть, вот они, оба человека вышли из этой точки. Этот уже здесь, а этот все еще здесь. вот здесь у них возникает такая когнитивная дилемма. Тот, который ниже спрашивает, ну почему? Ну я там, не знаю, соблюдаю, стопу даю там, жену нашел, родителей родил, ну почему так все? Этот вообще там не то, не это, или ему такая браха? Ответ здесь. Не смотри всегда на момент здесь и сейчас. Эта точка это не показатель на этом самом графике. В 100% случаях, если то, что я сказал, если здесь человек с душой хорошо начал, запланировал и постепенно идет, то в конечном счете он окажется здесь, а этот уже будет здесь в этой точке. И тот, кто жаловался, он потом скажет, да что ж я такой, священник дал то-то, то-то, ему будет очень обидно. Мы совершенно не желаем падения людей, которые заблудились. Но Тора нам доказывает, что если ты хочешь получить здесь и сейчас, я тебе дам. Но все остальное ты не получишь. Именно в связи с этим у нас многочисленные американские примеры, когда люди забывая про все, про здоровье, про семью и все остальное, они добивались успеха. Это не успех, это провал с нашей точки зрения. Кита, есть вопросы до сих пор? Жалко. Третий вывод к нашему первому вопросу. Тот, кто все-таки еще не нашел любимую профессию, то есть мы здесь разделились 50 на 50, или любимую работу, или что-то свое, я имею ввиду бизнес, он может быть маленьким бизнесом, то есть что надо сделать прежде всего, чтобы не идти по чужим сценариям. Оставшись наедине, это можно повторять несколько раз в течение месяца, вспоминайте всегда, что вы делали в детстве. Если в детстве вас тянуло, например, кататься на троллейбусах и знать все их графики, то скорее всего, я же попал, да, кто-то катался, то скорее всего вам нужна работа, связанная с дисциплиной, связанная с контролем, связанная с перемещением, логистикой, экспедицией, присмотритесь к этому. Если, будучи ребенком, да, вам нравилось очень что-то там раскладывать книги на полке, смотреть просто на страницы, даже не знаю, помните, нюхать новые книги, там еще что-то, то не исключено, что вам нужно заниматься фундаментальным анализом. Аналитики нужны везде, это не только финансы. Аналитики, хорошие аналитики очень хорошо оплачиваются. И так далее. Вспомните, возьмите маму, папу, у кого, так сказать, какие возможности есть и поговорите с ними. Потому что корень, когда в детстве, да-да, сейчас скажу, корень детства, он не замешан ничем другим, он истинный. А вот что делать, если ты пошел на работу, на которую хотел пойти, добился успеха и понял, что она тебе нафиг не нужна, потому что все люди вокруг дебилы? Ну, это хороший, очень хороший пример. между прочим. Но работа... Мне это задражают люди, которые ко мне приходят, и за счет этого, они не понимают. Может, у меня нет окружения, если работать хорошо? Ну, я сижу, я начальник отделения приводил, и бабушка, которая приходит, платит, ест в терминале, не понимает, что такое его лицо, то я должна привлечь. Она понимает, что я должна встать и оплатить ей коммунал. А вот это работа? А мое начальство не понимает, что есть та бабушка, как вас зовут? Меня зовут Илон. Илон. Смотрите, то, что я вам сказал с самого начала, поменяйте окружение. С таким подграммом выезжаете в нормальную страну, выводите нормальное население. Он передавал, она говорит. А, мама говорит. Ну, видите, передавайте ей привет. Второй вопрос. Пока вы еще не решили уездать в нормальную страну, ну, и понимаете, какой страна, мега-доп. Пока вы не решили, давайте попробуем поменять угол, с которым вы смотрите на этот проблему. Видите, часто вы что думаете? То, что вы называете, так сказать, таким словом, как ненормальные люди вокруг вас, а не только у вас? У меня тоже полно. Я вам больше скажу, они бейся. Понимаете? Они настолько бейся, что иногда просто хочется все бросить и в догонку им это все, да? Если мы с вами не поменяем угол зрения, то мы с вами просто станем невротично больными людьми. У меня глаз дергается. О, видите? Теперь, чтобы глаз не дергался, нужно поменять угол. Как слышно, а мне нет. Нужно поменять угол. Давайте так. Заведите себе статистику, сколько таких вот людей у вас есть в день и с какими конкретными проблемами они приходят. Например, за 70 с таким-то этим самым. За 40 с таким-то проблемом. Вы начнете видеть систему глупости. Серьезно. Но с этим результатом вы можете прийти к своему начальству и сказать, вы знаете, на основе проведенного анализа я думаю, что я бы могла не говорить, что кто-то... Начальство знаете, что я больше ничего не говорю? Если к ним приходят предложения, и они должны что-то делать. Он, как правило, скажет, иди, иди, сделай что-нибудь. Не морочь, у меня тут миллион всего. Сделайте нечто, чтобы они сказали вау. То есть, по применению к этой глупости найдите какой-то ключик. Потому что вот на этом периоде ицхака, вот в семейной жизни, это знаете, как будет? выражаться, что в 7.30 надо отвести Редана, в 7.30 надо отвести ребенка с Алик, до ребенка. В 7.30 надо встать и нечто сделать, чтобы он очень важен. А он спит. И не встает. Почему? Потому что до 3 часов что-то там делал, писал, читал, телевизор смотрел и так далее. Это будет так же бесить, как эта бабушка. От этого никуда не уйдешь. И это будет, да, любимый муж, но он будет бесить. Поэтому, полюбив проблему, мы решаем ее. И прежде всего вы решаете ее внутри себя. В следующий раз улыбнитесь с этой бабушкой и посмейтесь просто над самой проблемой, над самой ситуацией. Иначе, ассоциируя себя с этой проблемой, вы заводите себя в тупик. Вы будете постоянно нервничать из-за этих бабули. И в конечном счете, когда с Божьей помощью подойдет время и семью создается, все, и ваш будущий супруг будет на вас смотреть и говорить, что с тобой? Чего тебе глаз дергать? Так, если вы хотите притянуть с дергающим глазом, продолжайте, бабули, так сказать, это самое. Нет, серьезно говорю, кроме шуток. То есть, нас работа может спепелить. То есть, если в саму себя отдавать и думать, что все должны быть у нас на уровне такого рода и не задавать глупых вопросов, то здесь уже надо задуматься о том, если нельзя поменять окружение, то действительно не стоит ли может быть временно хотя бы поменять месторасположение хотя бы в той организации? Менялось. Идите выше. Пошла в жизнь. И там группы? Ну, они все равно остаются вот для меня непонятно. Меня всю жизнь учили, в школе не учили, в детстве не учили, что если я хочу что-то понять, что-то понять, то я должна прийти к этому сама, решить это только сама. А их же не учили? Ну, их не учили. Так научись. Ну, так я им говорю, поведите к терминалу, они спрашивают, как? Я говорю, ножки. Ну, логично, логично. А читатели тоже не умеют. Я им говорю, что это молча в первом классе. Они говорят, что я хаманка. Ну, смотрите, если эти клиенты приносят вам деньги, они мне приносят деньги. Организация для вас будет работать. Нет, бабушка, которая приходит в терминал платить ГЕЦ, которая не получает на спенцию, приносят не только деньги. Ну, хорошо. А ее внучка пришла, депозит положил. А ее внучка не придет, потому что она мне скажет, сука, что ты сдохла, я на язык ладу плачу. Вам смешно, а мне такое говорят. Илон, надо обязательно, я вам говорю, надо менять угол, иначе приходится менять свою работу. Потому что, если вы человек по характеру, это называется шейпер на английском языке, если вы действительно хотите, чтобы все действовали по правилам, это приятно, которое вы устанавливаете, нужно создавать вокруг себя окружение, которое согласно с этими правилами. То есть ничего не поделаешь. Можно еще один вопрос? А если бы человек понимает, что его способности, они не максимальны, он на среднем уровне по способностям в сфере, в которой ему нравится, работает? Например, я биолог, мне самого лучшего, да, у меня не самый лучший класс, но мне нравится эта профессия. Но из-за того, что у меня, мне всего, что не дало огромных способностей, я не могу в этом очень-очень сильно продвинуть. А кто ему сказал? Ну, что я... Ну, потому что есть люди, у которых вот так вот мозги работают, которые... Им не надо складывать интегралы на бумажке, как мне. Они могут сразу, да, решить и сказать, например, столько ты и столько это будет. А я должна над этим выходить 10 тысяч раз это все продвинуть. Поняли, что у них удача, и они намного больше тактическая удача. Дина, тактическая удача. А у вас может быть стратегическая удача. Интегралы и вот эта операционная деятельность, то, что вы приводите, там, решить что-то и все, в конечном счете подумайте по-другому. Можно же нанять человека для этого всего. Наш с вами ум состоит в том, что мы должны увидеть то, что выстрелили через 30 лет, 20-30 лет, и идти к этому, не оборачиваясь. Так Флеминг открыл пенициллин. Наверное, читали, как это все было, да? Он вообще просто ел. Да, да, то есть, понимаете, но что значит просто ел? То есть, он задался вопросом, и его подсознание постоянно генерировало какие-то факты, 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 он их проверял, перепроверял. Для того, чтобы я знал одного мультимиллиардера, знаю, в России, который до сих пор не умеет писать слово YouTube в поисковике, ну, в браузере. Он же не дебил, он говорит? Нет, он не дебил, но он не знает английского. Ко всему этому у него есть, ну, масса людей, которые могут ему написать. Понимаете? То есть, мне надо думать об эффективности вот в этой точке, тем более, насколько понимаю, вам уже не 80 лет, чтобы уже складывать полномочия, в этой точке, потому что дальше будет интересно и лучше. Но если есть какое-то слабое звено, попытайтесь, если невозможно внутри вас это, так сказать, компенсировать, чтобы вам помогали люди либо софт какой-нибудь решать этот вопрос. Категорически нам нельзя сказать, что я такого-то или такого-то уровня. Мы не знаем, какого мы уровня. Наш глаз, ну, вот, вы биохимик, сколько он видит? Из всего, что вот существует, вот если взять там супераппарат и все-все, сколько он видит спектра? Семь? Ну, кто говорит семь? Кто пять? Кто говорит один процент? Наш мозг думает на сколько? Не, ну, нет, тут тоже многие по-разному говорят. Ну, на сколько? Те, которые говорят, что вообще на два процента и те, которые говорят, что в принципе и на девяносто. Ну, может быть, какие-то вспышки, правильно? То есть, какие-то вспышки, но в основном где-то здесь. В основном где-то здесь. То есть, потенциал у нас море. Мы должны понимать, что потенциала очень много. Важно, чтобы у нас была четкая сверхцель. Когда у нас будет четкая сверхцель с вами, мы обязательно ее добьемся. Как таковая профессия или работа для нас, с нашей точки зрения, она не имеет значения. Почему? Потому что мы с вами должны достигнуть реализации нашей божественной миссии. Вот так это высоко звучит. И вот это называется еврейский успех. А реализация божественной миссии – это сделать нечто глобальное для всех. Чтобы оно было лучше. Деньги – это результат этой миссии. В том числе и по пути, кстати. Давайте перейдем ко второму пункту, потому что мы иначе… Ой, ужасно, ничего не успеем. Очень важная наша, начиная, конечно же, с Азов Торы и заканчивая и аидышескими традициями наших мам, пап, дедушек и бабушек, это то, что называется в поговорке, известной, 7 раз отмерь, да. У нас это 100 раз отмерь. То есть мы обязаны с вами до того, как посвятить себя какому-то делу, какому-то бизнесу, сделать то, что называется due diligence. Слышали такое выражение? Вот оно так. Я не хочу вас просто перезагружать, но это важно, потому что все употребляют это. Due diligence – это многосторонний анализ того, что ты собираешься делать. Въедливый, со всей еврейской въедливостью посвятить себя той или иной профессии, бизнесу или проекту, который ты хочешь делать. И если он где-то тебе не ложится, определить где и отставить это дело, либо приступить к реализации. Здесь есть одна опасность у нас с вами. Если мы передержим с вами какую-либо идею, либо в семейной жизни до создания семьи, если человек удерживается другим человеком по разным причинам, то может прийти вместо плюса большой минус. Нельзя, говорят наши мудрецы, хвасить митсву. То есть если тебе что-то пришло в руки, будь то удачный шедух, будь то удачный проект. Шедух – это тоже проект своего рода, понимаете? Поэтому я привожу в пример. То надо проанализировать, посоветоваться, все это, так сказать, обставить в своей интуиции, идти вперед. Нельзя быть здесь, а давайте еще раз посмотрим, и еще раз посмотрим, и еще раз посмотрим. Все это приведет к тому, что кто-то возьмет этот проект и сделает. Наши мудрецы говорят, в тот момент, когда у нас с вами возникла какая-то идея, в мире у кого-то она еще возникла. И мы, даже не зная об этом, уже являемся конкурентами. Удивительная мысль, правда? Но не переживайте, потому что, в принципе, здесь уже идея состоит в том, чтобы последовательно реализовывать. Ведь Всевышний обещал нам брахун. Всевышний не хочет с нами играть, так сказать, в кошки-мышки, что давай ты начни дело, а там кто-то в Камбодже тебя скопирует и будет успешно. Ну понятно, если, допустим, мы хотим сделать с вами сервис наподобие Убера, да, или еще что-то в этом роде. И вот мы собрались такие хорошие и сделаем это, допустим, в области, я не знаю, там, поездов, да. Ну, к примеру, это сработает, да. То мы должны с вами понимать, что у Яндекса, например, гораздо больше сил это сделать, и там тоже люди не глупы. И мы с вами только ступим на рынок, нас просто прихлопнут. То есть мы должны соизмерять с вами определенные моменты, да. Ну, это уже другой вопрос. Главное здесь нам понять, что после анализа надо действовать. Это обязательно. И вот тут, как раз, когда мы начинаем действовать, наступает период Ицхака. Самая большая, какая проблема в периоде Ицхака? Кто может сказать? Когда опускаются руки. Отчаяние, уныние. Правильно, да. Уныние, да, еще называемые. Депрессивно. Давайте как-то вот одним словом, уныние, как ввезу. Одно слово. Не хочу, например, да. Не хочу. Дальше. Надоело. Не хочу. Надоело. С меня хватит. Меня хватит. Сколько можно. Сколько можно. Все вот это, помните, мы с вами говорили, все это эмоции. Надо остыть, потому что уныние это одно из испытаний, и мы это тоже учим в Торе, между прочим. Надо остыть и вернуться сюда. Открыть наши с вами бизнес-планы, стратегии и понять, что мы, пусть и не в середине пути, но 30% пройдено. И, в принципе, если не взять все остальные составляющие, то вот этот перегруз, надо просто вздохнуть, иначе можно наломать дров. Это очень важная штука, которую мы с вами должны понять. Дальше. Если мы посмотрим с вами в глубину этого уныния, то это уныние, в конечном счете, есть неверие в кого? В себя. Правильно. Оно, в конечном счете, неверие в Творца. Мы можем продолжать соблюдать шаббат и все делать, но мы же созданы с вами по образу и подобию, и говорят наши мудрецы, кто мудрый. Вот кто мудрый, например. Как ты думаешь, кто мудрый? Кто постоянно учится, а еще какие есть варианты. Как вас зовут? Лёна. Алена? Лёна. А, Лёна, я не знаю. Кто мудрый? А Дина. Мудрецы говорят, мудрый прежде всего тот, кто последовательный. Правда, необычно. А ну-ка вспомните, сколько классных проектов было начано и на середине пути. Сколько было наобещано и не сделано. Вот это все разрыв. Отсутствие последовательности. Вот биохимик нам скажет, да? Взять красивый какой-нибудь нуклеотид, шикарный просто, обеспечивающий, ну, добавь, Дина, что обеспечивающий генетическую информацию. И взяли тут, ну, все. Ну, не надо, так, все. Что произошло? Катастрофа. Вспомните, Всевышний создавал Землю, вернее, создавал все. Первый день создал, посмотрел отлично. Второй день, третий день, четвертый. Представьте, когда он создавал человека, он сказал, да, ну, уже надоело все-все. И человек с одной ногой, с одной рукой, ухо пополам, посередине лица. Нету такого. Есть что? По чуть-чуть. Будем создавать. Сделали один шаг, посмотрели, хорошо. Сделали второй шаг, отлично. Третий, очень хорошо. Так вот, говорят наши мудрецы, что женщина по определению это умеет делать. Она понимает, что ребенок, его надо зачать, потом его надо вынести, потом его нужно воспитать, родить, естественно, да? То есть, у мужчины нет, у мужчины вот характер. Он видит стратегию, понимаете? Поэтому очень важно, когда они рядышком, они, стратегия чуть-чуть сюда приземляется, но она приземляется, но она реализовывается. Иначе вот эта стратегия без женской реализации, в данном случае мы говорим концептуально, женская внутри мужчины тоже есть. Это тоже последовательность. Вот без этого оно становится все паром, красивым, знаете, такой вечный инстаграм. То есть, люблю себя красивого, иду, и все, и все, и все, и иду, вот 30 лет иду, иду, никак не дойду. Вот это очень важная штука, которую тоже надо запомнить. Вывод ко второму вопросу. До того, как посвятить себя делу, давайте проанализируем, да, что я внутри себя, обретя полную веру в свои способности, не слушая никого, кроме любимой мамы, естественно, папы, о том, что я в детстве делал, и как бы мне найти себя, попробуя в разных, так сказать, может быть, минимальных мини-проектах. Например, все-таки надо стать хирургом, зайди на форум хирурга, посмотри, о чем они общаются, 20-летний он, допустим, стаж хирурга, как его день сложен, готов ли ты, чтобы тебя вырывали, ну, среди ночи и так далее. То есть, не так это, я вот в белом халате, я спасаю людей, нет, окунись в реальность, тебе это нравится, попробуй. 8 лет университет, ординатура и так далее, и тому подобное. То есть, надо быть реалистами. Но что? Обязательно на основе вот этой веры в себя вспоминаем, что мы, да, хотели делать. Есть ребята, которые на вот это отвечают, говорит, вы знаете, я подумал, лучше всего я вижу себя президентом Apple. Я говорю, молодец, а что-то пониже, не, пониже нет, вот я вот создал, я вижу смартфон в будущем. Ну, реальная история у меня. Почему нельзя сразу стать президентом Apple? Ну, почему, ну, вот, действительно, вот у Ромы есть концепция. А? Не, ну, хорошо, ну, допустим, им недовольны, кстати, да им недовольны. Ну, допустим, почему нельзя стать? Ну, вот, вот, Рома президент Apple. Я просто говорю, I've got a great idea, у меня отличная идея, новый смартфон. Ну, хорошо, расскажи. Я рассказываю уже то, что у него в сейфе лежит 100 лет, но я же об этом не знаю. Я же не знаю, что там еще тысяча человек получают очень высокую зарплату, и они просто видят всю линейку, да? И суть-то не в новом смартфоне, а в чем суть? То, как сделать его на этом этапе, если мы говорим про него, дешевле. То есть, я вообще пришел не с той проблемы к тому человеку, но не с решением абсолютно той проблемы. И считаю, что я гениален. Откуда это все берется? Вот оно. Женское, оно спалывание, понимаете? То есть, вот эта вот интуиция, что, а может, я не так смотрю на вещи, может быть, немножко приземлиться. Те люди, которые грязят на очень высокие посты, не представляют себя, как они будут в магазине таскать эти Apple. То есть, начинать с этого. Они не представляют. Японцы наоборот. Японец никогда не будет считать президентом компании. Он идет на свою работу, он знает, у него есть этот кусок работы, он пытается делать the best he can. То есть, самое лучшее, что он может делать. Соответственно, постепенно продвигается по ступенькам. Ну, разные виды менеджмента – это не наша тема. Возвращаясь еще несколько минут по поводу того, кто последовательный. Помните, Всевышний сотворил мир зашательный, да? Там настолько четко вот этот вот принцип менеджмента о том, что сделал фидбэк, хорошо, пошел дальше. Сделал фидбэк, хорошо, пошел дальше. Что нам обязательно надо помнить об этом, особенно когда нас несет непонятно в какие эти. Брейнсторминг – это очень хорошо. Но вы помните основное правило брейнсторминга? Сидит обязательно человек, который все это записывает. Потом на следующий день все это получает. И на третий день все говорят, вы знаете, вот это нет, это нет, это нет, это нет. Из ста идей может быть две станут. Потом еще этап, еще этап. И таким образом выкристаллизуется что-то оригинальное. Таким образом был мир создан. Из полного хаоса, из полного ничего было создано то, где мы сейчас с вами сидим. И плюс еще много того, чего мы с вами не видим. Поэтому коротко запишем то, что все мы знаем, но просто повторим. Вот эта идея, которая приходит из огромного мира, которая нам, кстати, неведомо, откуда это все приходит, но так или иначе она приходит, грандиозная идея, сама по себе ноль. Мы так и можем с этой идеей остаться и ничего не случится. Если мы все-таки упорные с вами, из идеи рождается концепт. Что такое концепт, разница от идеи? Уже проведен первый анализ приспособления этой идеи к земной поверхности, то есть к обществу и так далее. Из концепта рождается план. Естественно, с этим планом надо пойти к инвесторам, потом еще кому-нибудь, в банк можно сходить, в приват попросить, немножко поднять настроение, чтобы не только бабушки там ходили. Вот, и из плана рождается реализация. Бывает так, что на этом этапе все заканчивается. Почему? Мы видим, что не время сейчас поделать. Надо найти в себе силы, даже на это мы потратили 2, 3, 6 месяцев, надо найти в себе силы признаться. Потому что иначе ты потратишь 3-5 лет, и вот это не видение реальности, а желание притянуть за уши, оно будет то, что называется глобальный фейлер. Идея, концепт, план, реализация. Посмотрите на семью, да? Идея, создать семью, концепт, видим своего будущего супруга, супруг, план, с кем мы хотим встретиться, или кто-то понравился, там через посредников познакомились, с одной стороны реализация. Нельзя затягивать на этом этапе. Нельзя вечно планировать. План на плане, план на плане. Это уже бюрократия. Любой процесс передержан, будет очень большая проблема, помните об этом. Сказал один мудрец, в Польше жил, когда у него спросили, как вы можете так быть успешным. Он был раввином, и он успешным был тематом. Он говорит, я у него сосредоточусь на цели, думать о них 24 часа в сутки. Понятно, на подсознательном уровне. Но человек ставит себе цель, и он от нее никуда не отходит. И тогда Тора говорит, если это цель для всех прочих правдных, то, что мы с вами сказали, она кошерная и так далее, и так далее, будет успех. Что здесь? На уровне Ицхака важно не опустить руки. Вроде цель, видишь, не надо, с меня хватит, мне и так, и все, и все, и все. Это Ецарара Всевышний нас закаляет для того, чтобы мы умели преодолевать трудности. Вот это все, что мы написали с вами, оно должно отвечать пяти базовым вопросам всегда. И мы должны, подавая CV, об этом помнить, делая какой-то проект, работу, ищая и так далее. Значит, первое, называется 5W, да? Первое, это what? Что я собираюсь сделать? Конкретно определить свою цель. Второе, для кого? То есть, кто мои клиенты, да? For whom? Третье, где? Помните, что я вам сказал? Попробуйте помнить, что релом летания. Четвертое, кто этим будет заниматься? Кто ваша команда? Пятое, when? Когда? Да. А почему ты чувствуешь это время? Текриться. Ну понятно, но непонятно. Нет, на самом деле серьезно, иногда вот у тебя вот вроде бы все-все-все-все ведет, а бац, какой-то фактор, и ты думаешь, а может быть еще рано? Партнер, партнер должен быть, чтобы смотреть со стороны. Потому что в партнерстве всегда лучше. Рапина, которая у тебя? Не обязательно. Вы знаете, в данном случае может быть умный партнер, женщина. Если я говорю не о деле, которое я сейчас строю, а о таких вот этапах, которые должны быть перед тем, как я начну что-то строить, ты должна понимать, ты сейчас не поступаешь, а ты, допустим, через год? У нас говорят, дай вздоху. Вздоха освобождает наших лишних сомнений. Сомнения сэфэк и амалек одинаковые гематрия. Все знают, что гематрия, да? Одинаковые. То есть, на самом деле, препятствия на нашем пути – это наши сомнения. И зачастую они неправильные. Потому что если Всевышний нам, опять же, при всех прочих правах, дал дойти до вот этого, и мы уже начинаем исполнять, и тут гора сомнений, скорее всего, это и страна. Но они не просто так говорят, скажем, как определенный факт, который произошел. Спроси, спроси у кого-нибудь. Обязательно. Почему? Потому что мы часто, я это по себе тоже знаю, то есть если есть какой-то консалтинг, какого-то проекта, я часто беру человека со стороны, уже как-то готовый, я говорю, посмотри. Я говорю, они такие вещи, которые даже не простые, на поверхности, которые я их не видел. Если перчатка потеряна у вас дома, мы пришли в гости, потерялась перчатка, и я, скорее всего, если она действительно дома, за три минуты найду, вы будете искать два часа. Знаете? Знаете, я знакома, да? Да. Поэтому, если мы умеем ставить цель, отвечать на эти вопросы, кстати, вот в этих вопросах, в квинтэссенции многих написано книг. И вообще то, что я попытался сейчас дать в рамках этого урока, это именно суть, но если ее хорошо очень уяснить, многих проблем можно избежать. Самое главное, какая проблема, если мы действительно делаем что-то хорошее, и мы одобрили это самое главное, нам нравится это, и мы подошли уже на этап становления этого всего. Все, что будет здесь появляться, запомните это, это я царова, это наше испытание. Избавление от ненужных эмоций, избавление от гордыни, избавление от того, что не способствует общему, яков, общему росту. Компания, семья, любой проект. Любой проект, который называет мы, там нету я. Конечно, если мы говорим о строительстве собственной личности, в принципе, то же самое может быть применено, но там немножко другой акцент. Ты выделяешь самую главную твою проблему и решаешь ее. Еще, если позволите, буквально две минуточки. Жарко, да? Если мы с вами посмотрим вот на весь пирог, который у нас здесь был, то нам надо признать одну важную вещь с вами. Неудача с нашей еврейской точки зрения, это тоже удача. У нас нету понятия, что вот мы неудачники, у нас все закрыто. Нету такого понятия. Даже если что-то тут не получилось, если даже все не получилось в рамках одного проекта, мир не упал. Что здесь важно нам с вами запомнить? Вся еврейская история, в принципе, это история борьбы с кризисами. Обратите внимание на это. Это не просто вот все пошло, хорошо, отлично, все договорились. Еврейский народ постоянно испытывал дворца. От этого никуда не уйдешь. Поэтому нам не стоит удивляться, когда нас испытывают другие. И мы должны в себе качество терпимости взращивать до определенной поры. Конечно, если у тебя человек просто, то, что называется, выбешивает, и ты просто с ним не можешь сосуществовать никак, и все уже испробовано, расставайтесь. Будь то партнер, подчиненный. Откуда берется кризис? Важно запомнить. Либо мы неправильно поставили цели, либо мы неправильно реализуем правильные цели, либо мы неправильно интерпретируем результаты. Например, неправильная постановка цели. Помните грех разведчиков? Грех разведчиков, когда из стана Израиля пошли очень мудрые мужи, и из 12-ти два выдержали это испытание, а 10-ть нет. Что они сказали? Мы пойдем проверим, как там в земле Израиля. А ведь все уже было написано. Идите и не бойтесь. Нет, мы пойдем проверим. То есть мы пойдем рационально, пытаемся вот это вот, так сказать, увидеть, обдумать и так далее. Может я знал, что они не готовы увидеть то, что они увидели. То есть там действительно были великаны и все. И что они сделали, в конечном счете, когда пришли? Неправильно интерпретировали то, что увидели. Они увидели проблему в возможности. То есть они сказали, что там виноградная грозь такая, что она, ну, скажем так, буквально равна маленькой части тех людей, тела, которые там проживают. То есть вселяя в народ страх. Результатом, вы сказали правду, но результатом была паника. Поэтому важно понимать, что если неправильно интерпретируются позитивные результаты, то человек не умеет признавать добро. И вот это вот квинтэссенция этого урока. Мы с вами должны учиться Акарат Атов. Мы с вами должны учиться видеть добро. Тот, кто умеет видеть добро, тот будет удачным бизнесменом, матерью, отцом и так далее. Почему? Мир создан Всевышним как абсолютное добро. В мире нет зла. Зло есть лишь, приходит на наши ошибки, да, как исправление. Как таково это абсолютное добро. Поэтому чем больше в нашу способность видеть добро, тем больше будет результат. Что надо запомнить? Что на кризисе надо научиться и уметь идти дальше. Вот это вот у нас не должно быть. Уныние это просто пьесарара, то, что называется гамур. Пьесарара, знаете, что такое, да, то есть это вот злое начало. Оно хочет нас опустить, остановить и все. Оно все сделает, только бы мы опустили руки. Поэтому три вещи надо запомнить. Нельзя затягивать кризис. Если ты уже видишь, что кризис затянулся, прибегая к помощи своих любимых, друг может быть есть, подруга любимая. Ну, Раф, я не говорю, вы все понимаете, да? Но решая этот кризис, особенно это относится к личным отношениям. В Лос-Анджелесе был вот один такой вопрос от девушки, которая допустила какие-то отношения до свадьбы. И совершенно неважно это отношение с той точки зрения физической литературы. Здесь это не имеет значения. Вообще имеет, но здесь нет. И говорит, что делать? Вот три года встречаемся. Я говорю, а зачем? Ну, мы хотели присмотреться. Я говорю, а зачем? На самом деле, мы же с вами знаем, то, что происходит до свадьбы, это самореклама. Самореклама достаточно в течение месяца. Но если уже так получилось полгода. Ну, хорошо, год. Ну, хватит. Дальше это просто из пустого в порожнее. Из пустого в порожнее. И самое интересное, где минус наступает в женской части. Женщина начинает страдать. И здесь суть даже не в том, что кто виноват. Виноваты оба. Но. И об этом знают еврейские мужья. Когда женщина страдает, то ее слезы доходят до трона небес. Мужчина ничего не идет. И он может задаваться вопросом. Да как такое? Я всегда делаю этот бизнес. И все. Или там работа. И все. И вот перестает вот идти. А все почему? Передержал. Нельзя. Обратите внимание, что у женщины нет такого. То есть это именно... Почему нет? Нет такого механизма, что мужчина страдает и так далее и тому подобное. Потому что, как правило, это наоборот происходит. Что здесь произошло у этой девушки из далекой Америки? Затянувшийся кризис. Ведь хочется на самом деле верить сказку и закрыть глаза. Это не еврейский подход. Надо сделать все возможное. И, знаете, я и говорил, и говорю, самое плохое, получается, когда ты позволишь и скажешь, все, или так, или так. Не так надо делать. Находится посредник, который начинает намекать. Все надо делать по-еврейски. Раз уже ситуация так допущена. Понятно, что мы можем дойти до точки, когда невозможно договориться. Надо расставаться и строить заново с новым человеком. То есть, второй вывод. Нельзя не замечать кризис. И третье, что? Нельзя его ухудшать. То есть, начинается все с того, что не мы ставим точки на «ты» и с флагами идем или вправо или влево. Нет, это не надо, это не наше. Надо задать себе вопрос. А может ли это быть хуже? Может, конечно. Можем встречаться и 5 лет, и 10. Так надо не допустить, чтобы это стало хуже. Это в любом проекте, это не только то, что я описывал. В бизнесе в том числе. Там банк требует то, то, то. Может быть хуже, может банкротство. Все бегут и делают только то, чтобы компания не обанкротилась. Тут что будет дырки? Тут забываем о всех стратегиях. Антикризис и менеджмент – это срочно решить больную проблему. Потому что она дает сбой на весь организм. И мы с вами не должны забывать, что вот эти неудачи, чтобы они не стали системные, как только они возникли в маленькой точке, надо их решать. Иначе это будет вот такой шар, и ты уже даже не сможешь понять, а где начало, а где конец. В рамках того примера, то, что я сказал, ты не сможешь разговаривать с человеком, потому что у тебя уже такое предупреждение против него, что ты рядом сидеть уже с ним не можешь. Поэтому не доводить до этой ситуации. Ну, вот, врачи, да, скажут, что на ранних стадиях надо изучать. Это простая истинь, но почему мы ее не забываем? Потому что мы упорно, нам навязывается информационным пространством, инстаграммами и все такое, что можно жить в сказке. Можно, только эта сказка к нашей земной практической жизни не имеет никакого отношения. Мы с вами берем ответственность за свои решения. И если уже что-то решили, неправильно решили, сделали вывод, сделали правильное решение, но не унывая. Я прошу прощения за спонтанность, потому что действительно, как бы, хотелось рассказать немножко больше. Но, подводя выводы, я бы все-таки хотел, чтобы запомнили прежде всего конец, чем начало. Мы с вами живем в ситуации, в обществе, где много кризисов. Да и в нашей жизни, честно говоря, часто не все так гладко. Не надо их бояться, этих кризисов. Они всегда происходят на каком-то из этих этапов. Если это уже сложившаяся ситуация, она может быть здесь, то есть нарушена гармония. Если еще не сложившаяся, на уровне здесь, то есть она складывается. На уровне идеи, мечтаем, мечтаем, уже хотим реализоваться и проблем. Сразу же определите, где эта моя проблема находится. Что я могу сделать для решения? И сделать. Три этапа, но какие важны. Второе, что надо помнить, что Тора, как фундамент этого всего, она обеспечивает нам надежную крышу, надежную протекцию. И самый главный механизм, который это обеспечит, это сдакан. То есть люди, которые дают сдаку, автоматически свою жизнь ставят как сверхцель. Потому что мы выходим за грани своего «я» и говорим, что «я», пусть даже человек, бывает такое, он не все может делать, или не хочет все делать, или еще что-то, но он дает сдаку. Это хорошее начало для того, чтобы человек дальше шел по пути Торы. В том числе, это влияет на все, на здоровье, на бизнес, на семейные отношения. Потому что Всевышний тоже нам дает сдаку. Очень часто вот тот пирог, который вы видели, очень часто мы не заслуживаем то, что мы получаем. А мы все равно просим больше, и Всевышний терпит. И если хотя бы на 0,1% мы бы смогли научиться этой терпимости преодолевать трудности не ноя, а понимать, что это наш путь для реализации нашего потенциала, будет больше результата намного. Какие есть вопросы? Все уже спят? Нет, очень здорово. Спасибо большое. Ну, если будут вопросы, задавайте по e-mail. Сейчас я его напишу здесь. Хафетз. Хайм. Знаете такой мудрец? Хафетз. Хайм. Outlook.com Да, я стараюсь приезжать. Хафетз. Хайм. Собачка. Outlook.com Я на ютубе нашел. А что? Я на ютубе нашел канал. На ютубе, да, тоже есть. Думайте. И самое главное, помните о том, что наш еврейский мозаль в делах, он обязательно, все остальное, всем, помните, всем сестрам по селькам. Все должны быть довольны. Здоровье нельзя забывать. Личное нельзя забывать. Эти деньги бессмысленны, если ты все другие части пирога, а ты не тот самый. Ты амбициозный, ты хочешь доказать, пожалуйста, доказывай. Но помни о том, что без жены-мужа, по-разному бывают ситуации, да, будет намного хуже. Потому что ты приходишь в дом, это твоя крепость, где ты можешь действительно расслабиться после работы. А ты говоришь, моя работа, моя команда, это все мое. Работает очень-очень-очень короткое время. Потом хочется что-то действительно свое. Поэтому с такой добрыми делами мы обязательно заслужим очень хорошего успеха. Всем хорошего вечера. Спасибо. Спасибо вам.